Здравствуйте, уважаемые телезрители! На Абаза ТВ продолжается проект «Биографический салон», где мы рассказываем вам истории людей, переживших Отечественную войну народа Абхазии. Сегодня у нас в студии историк и общественный деятель, депутат первого созыва парламента, министр печати и информации в 1994-1995 годах, секретарь Общественной палаты Республики Абхазия с 2007 по 2019 годы, председатель правления Ассоциации женщин Абхазии Нателла Акаба. Приветствуем нашего гостя. Здравствуйте, Нателла Норевна. Добрый день, спасибо за приглашение. Но я хочу уточнить, я уже не председатель правления Ассоциации женщин, я оттуда уже ушла и работаю сейчас в Центре социальных исследований. Спасибо. Спасибо, что приняли наше приглашение, пришли. Хочу отметить, что важную часть работы нашего проекта занимает своя небольшая аудитория, которая очень активно взаимодействует. Мы включаем в процесс вопросы и обязательно обратимся вот к присутствующим в студии. И первый вопрос к вам, Нателла Норевна. Расскажите, пожалуйста, нам, когда, где, в какой семье вы родились, как воспитывались. Ну, я родилась в Москве. Так сложилось, что у моей мамы семья оказалась под давлением Берия, который тогда, как вы знаете, занимал руководящий пост в Советском Союзе. И он моего дедушку что-то возненавидел и обвинил его в том, что он турецкий шпион абхаз. И мой дедушка вынужден был уехать в Москву, а до этого они в Гагра жили. Но он уехал в Москву и пытался там как-то доказать, что он никакой не шпион. Но, тем не менее, Берия сумела его отправить в концлагерь. И мой дедушка 18 лет просидел в казахстанском концлагере. А вся семья осталась в Москве до тех пор, пока Сталин не умер, и Берия тоже не ушел из жизни. И вот наша семья только в 1955 году вернулась в Абхазию, когда ситуация уже немножко улучшилась. Так что я там жила до 10 лет. Моя мама вышла замуж за моего папу, который был чулолский абхаз, Нури Акаба. Во время Великой Отечественной войны добровольцем пошел воевать. И после этого он работал в Москве в Институте международных отношений, заведующий отделом кадров он был. Но как только Сталин ушел из жизни, мы все вернулись в Абхазию и стали жить в Абхазии. Советская вот эта репрессивная дискриминационная политика имела прямое влияние на судьбу вашей семьи? Конечно. Но это была чисто такая вот грузинская такая репрессивная политика против Абхаза, потому что, как мы знаем, это грузины. Вот и Орджоникидзе, Берия и Сталин, они вот этим занимались. Да. А что имеет влияние на выбор профессии вашей будущей? Ну, потому что моя мама, она была таким довольно авторитетным историком. Когда она жила в Москве, она окончила МГУ, исторический факультет, и потом защитила диссертацию. И стала этнографом. И когда приехали в Абхазию, она стала работать в Абни. Ну, это раньше так, Абиги назывался раньше Абни. И она занимала там такое очень авторитетное положение. И мне тоже, когда я окончила школу, захотелось стать историком. И я поступила в МГУ, на исторический факультет. Вы заканчиваете 10-ю школу в Абхазии? Да. И еду в Москву, и там учусь на ИСТФАКе. Потом вы продолжаете учебу, уже хотите защититься. Будучи аспиранткой в Москве, в Институте Востоковедения, вы попадаете в центр, можно сказать, общественно-политической жизни Абхазии, элиты. В какой-то степени. И знакомитесь с Владиславом Арцинбе. Да, да. Потом осознанно вступаете в Айтглера. Ну, почему вы не были в стороне от этих событий? Почему, по каким причинам пошли в центр всех этих? Я вот расскажу. Ну, после окончания школы, приехав в Абхазию, я стала работать в газете «Советская Абхазия». Ну, это вот то, что сейчас Республика Абхазия. Фактически это вот продолжатель этой газеты. И я там работала в идеологическом отделе, ну, корреспондентом и редактором. Я там редактировала материалы всякие. Ну, и поработав какое-то время там, потом я все-таки решила поступить в аспирантуру в Москве и устроилась в Институте Востоковедения. И там я действительно сразу познакомилась с Владиславом Григорьевичем, который тогда уже окончил аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию и работал научным сотрудником. И мы с ним общались, он мне давал советы. И, кстати говоря, я вот помню, как о нем хорошо отзывались все сотрудники Института Востоковедения. Даже вот преподавательница английского языка мне сказала, ой, такой способный человек, он так легко выучил английский язык. Мне, конечно, было очень приятно это слышать. Как вы взаимодействуете, как вовлекаетесь вот в движение, которое тогда было национально-освободительное движение? Ну, вот когда я после аспирантуры, ну, я потом одно время жила в Ереване, потому что я вышла замуж за армянина. И вот, кстати, моя дочка тут сидит. В общем, мы, когда в Ереване жили, вдруг я, ну, вот увидела там вот эти карабахские события, и мне так стало страшно, там такие митинги проходили, шумные. И землетрясение же вот тогда произошло в конце 80-х. И я как-то вот подумала, что лучше в Абхазию переехать. И я своему супругу сказала, Абхазия – это такая спокойная, такая процветающая республика, давай переедем туда. Он с удовольствием согласился, потому что мы летом всегда ездили в Абхазию отдыхать, и он очень любил, особенно вот наша природа его просто вдохновляла. И мы переехали в Абхазию, и здесь сумели с трудом большим купить дом, потому что нам грузинские вот эти чиновники говорили, нет, мы не можем на вас оформить дом, потому что вы из Армении приехали. А мы, говорит, только оформляем на те, кто из Грузии приехал. То есть, сенс такой. Да, такой. Уже тогда вот я почувствовала, что какая-то дискриминация абхазов присутствует. Ну, мы оформили этот дом на мою маму, и там поселились. Это на бывшей улице Казбиги, сейчас это называется Черкесская улица. Ну и, в общем, мы там жили, и я стала работать в Абхазском университете. Там я была доцентом, и преподавала всеобщую историю. И вот моим шефом, непосредственным завкафедры, был Дима Гулия. Это внук нашего знаменитого писателя Дмитрия Иосифовича Гулия. И, в общем, мы провели там совещание о том, что вот надо издать учебник. Я вот сказала, надо издать учебник по истории Абхазии, потому что тогда вот такого полноценного учебника не было. А вот грузины, которых там мало уже было, потому что большинство ушло, тогда же они решили создавать Телял Тбилисского университета. И вот один из тех грузин, который там остался, он мне говорит, какая история Абхазии, никакой истории Абхазии не существует, это история Грузии. И когда я вот это услышала, я поняла, как они вот Абхазию просто игнорируют и не считают нас как бы полноценной республикой. Ну и я тогда пошла к Сергею Мироновичу Шамбо, который возглавлял Айтгеллера, и рассказала ему вот это с возмущением. И он мне говорит, ну давай, ты, говорит, начинай в Айтгеллера работать. И я с радостью согласилась, и меня избрали членом президиума Айтгеллера, и тогда я уже стала заниматься вот этим нашим национально-освободительным движением. Ну и там у нас были такие очень авторитетные люди, как Геннадий Алами, Сократ Рачев и Джинджоли, тоже был членом Айтгеллера. И что вот надо отметить, там были и некоторые армяне, и русские тоже. В частности, Тополян тоже активно очень тогда сотрудничал с Айтгеллером. Так что вот тогда меня уже... Создаётся такой межнациональный, можно сказать, костяк... Да, да. И, кстати, там даже, насколько я помню, один игрел был. И это как-то вот вдохновляло, что, значит, не все грузины против абхазов. Но большинство, конечно, подавляющее было за Грузию. Следующим вашим шагом на пути вот этой борьбы можно назвать то, что вы выдвигаетесь депутатом. Ну, это мне предложили. Я сама даже об этом никогда... Я вообще не думала, что я буду вот так вот политикой заниматься. Но мне предложил Сергей Миронович и другие вот его все поддержали. Ну, и я, конечно, не могла отказаться. Я согласилась. И в Новом районе меня выдвинули. И у меня там было три конкурента. Но только вот при поддержке Айд Гыллера я смогла одержать победу. И стала депутатом. Ну, помимо того, что эти три конкурента, может быть, еще разных позиций придерживались, они все были мужчинами, безусловно. Да. Насколько сложно было вот в таком гендерном неравенстве? Тогда не было такого гендерного неравенства, как сейчас. В советское время, вот, наверное, те, кто тогда жил, ну, были активными, ну, как бы взрослыми людьми, тогда вот во всех структурах власти обязательно присутствовали женщины. И в парламентах всех республик, и в правительствах. Тогда вот такая негласная, какая-то была вот гендерная квота. Ну, а после распада СССР это все исчезло. И сейчас, как мы знаем, к сожалению, в нашей власти очень мало женщин. Но тогда главной задачей было составить вот абхазскую часть парламента, которая будет бороться за права. Да, да. Вот, как, наверное, многие знают, тогда, кстати, Гамсахур, где же тогда был еще... В власти в Грузии. Да, возглавлял Грузию. И они с Владиславом Григорьевичем вели такие вот переговоры и договорились, что будет система квот в парламенте. 28 депутатов — это абхазы, 26 — грузины и 11 — представители других национальностей. Но я думаю, что они на это согласились только в силу того, что были уверены, что не грузины и не абхазы будут поддерживать грузин. Потому что они считали, что Грузия — это такая полноценная республика. Но на самом деле это так не произошло. И очень многие из этих 11 они начали нас поддерживать. Ну вот тот же самый Тополян, Юрий Николаевич Воронов, Кокуев и другие вот очень такие активные депутаты были истинными патриотами Абхазии. Юрия Николаевича Воронова избрали председателем комиссии по правам человека и межнациональным отношениям. А меня избрали его заместителем. Ну а как вот вы все знаете, Владислава Григорьевича избрали председателем Верховного Совета. А одним из его заместителей стал вот этот Надаришвили. Это вообще ужасный был такой человек, который просто ненавидел абхазов. Ну а другим заместителем был, как вы, наверное, все помните, Альберт Гаспарович Тополя. В той ситуации, такого уже назревающего противоборства политического, общественно-политического. Было ли ощущение близкой войны у вас отличное? Ну, честно говоря, вначале я как-то не думала, что... Ну я понимала, что будет идти такая борьба, но я думала, что Москва не допустит все-таки вот каких-то вооруженных действий. Но, к сожалению, Ельцин, как мы все вот помним, он занимал такую вот более прогрузинскую позицию, потому что когда Шеварднадзе пришел к власти, Ельцин очень с ним начал активно сотрудничать. Так что, к сожалению, вот чем дальше все это продвигалось, тем больше было угрозы, что начнется какая-то вот вооруженная стычка. Какие варианты здесь обсуждали на уровне депутатов, на уровне Сукума и Тбилиси? Какие-то компромиссы пытались найти? Ну, к сожалению, грузины не были склонны ни к каким компромиссам. Ну, когда вот Советский Союз распался, и Грузия отказалась от своей конституции, вот этой советской республики, они же вернулись к своей конституции, по-моему, 21-го года, если я не ошибаюсь. Ну, а тогда мы решили, что мы тоже должны как-то вернуться к конституции 1925 года, и мы это стали обсуждать, и предложили парламенту принять новый флаг. Но они это очень негативно восприняли и демонстративно покинули наш парламент и стали отдельно заседать. Вот так начался раскол абхазского парламента. А вот равносубъектная федерация обсуждалась? Да, конечно. Ну, как, наверное, все знают, Сергей Миронович Шамба, такой вот очень компетентный и авторитетный политик, он предложил превратить Грузию в равносубъектную федерацию, чтобы Абхазия стала таким вот равным субъектом этой федерации. И Владислав Григорьевич поддержал эту идею, и мы стали вот это обсуждать. Но грузины не захотели вот даже об этом говорить. Я помню, приезжала какая-то делегация из представителей высшего руководства Грузии, но там Шварднадзе не было, но были такие очень известные политики. И мы им сказали, что вот давайте, поскольку Грузия уже не советская социалистическая республика, значит, Абхазия уже не автономия в составе Грузии. Так давайте вот пусть Грузия станет равносубъектной федерацией. Но они даже не захотели обсуждать. Они сказали, что об этом даже не надо говорить, мы на это не пойдем. Ну вот тогда мы поняли, что что-то произойдет страшно. А были ли другие какие-то политические силы, с которыми можно было говорить на эту тему, но они не преобладали в Грузии на тот момент? Ну тогда я лично не знаю, но вот наши чиновники, ну и тоже Владислав Григорьевич, он как-то с ними старался общаться, но, к сожалению, ни к чему не пришли. Вы принимаете активное участие в работе Айтгалера. Мы обсуждали в этой студии с другими героями не раз работу Айтгалера на Северном Кавказе. Как вы считаете, укрепление УЗ с Северным Кавказом перед войной закладывает основы добровольческого движения? Естественно. Это сыграло огромную и очень позитивную роль в нашей истории. Я помню, что одним из инициаторов этого был Геннадий Алами, и он очень активно этим занимался. И мы даже провели, ну еще вот до войны, форум такой совместный, вот Абхаза-Северо-Кавказский форум. Это вот на стадионе было, вот этом старом стадионе, который сейчас уже практически не работает. И приехало очень много представителей Северного Кавказа, и они очень так позитивно к Абхазии проявили отношения. И вот тогда, как вы все помните, создали конфедерацию горских народов Кавказа. И вот Муса Шанибов очень к Абхазии относился позитивно, и мы с ним постоянно общались. Но это еще и до войны. А после войны, конечно, как только началась война, буквально на следующий день они начали приезжать в Абхазию. И это просто спасло нас. Вот говоря именно о начале войны, каким вы помните этот день? Ой, это было ужасно. Мы ожидали тогда того, что мы все-таки проведем. какую-то дискуссию относительно вот этой равносубъектной федерации. Это вот 14 августа мы назначили такое заседание парламента. Ну, грузины в этом, конечно, не участвовали, я имею в виду грузинские депутаты. Ну, а вот все мы пришли в парламент, и я сидела в своем кабинете, и вдруг я услышала такой шум, оказывается, ну, мы же, вот наш парламент, он же близко к берегу моря находится. И я увидела, что над морем летают какие-то военные вертолеты, и стреляют там, и потом кто-то вот из депутатов, сейчас не помню, пришел ко мне и говорит, ты слыхала, что убили вот где санаторий МВО, МВО там убили туристов. Ну, и оказывается, грузины, значит, вторглись в Абхазию. И потом мы узнали, что они взяли в плен главу администрации Чемчирского района. И мы все были в шоке, потому что Владислав этого абсолютно не ожидал. И он нам сразу дал приказ, давайте все садимся на свою машину служебную и едем все в Гудаута, потому что здесь оставаться нам опасно. Они уже тогда на Красном мосту были, эти вот грузины. Но, кстати говоря, вот эти грузинские вооруженные силы нельзя назвать армией, потому что это были просто самые настоящие бандиты. И мы знаем, что тогда они досрочно выпустили из тюрем многих криминалов, и их вот туда отправили, и даже из психиатрической больницы выпустили несколько человек, и они участвовали все вот в этих отрядах. И они ужас, что творили в Абхазии. Как мы все знаем, войдя в Ачимчиру, они там стали убивать мирных граждан. Вы перебираетесь в Гудауту через несколько дней буквально? Да, не через несколько дней, в тот же день. Мы даже не смогли зайти домой, там взять с собой какие-то вещи. Мы сразу с работы поехали в Гудауту. Чем приходится заниматься в Гудауте? Ну, мы там целыми днями сидели, принимали всякие решения, потому что надо же было тогда что-то сделать, чтобы Абхазия могла оказать вооруженное сопротивление. А тогда вот у нас не было же какой-то армии, и даже каких-то отрядов вооруженных. И даже не было денег. Владислав Григорьевич сказал, вот когда мы с ним встречались, он говорит, вы представляете, я забыл. Надо было в банк зайти и взять вот то, что в бюджете там у нас было. Но он же был тогда руководителем страны. Но мы, говорит, настолько вот были ошарашены, что забыли вот это. И приехали вообще без денег. И он вызвал самых таких состоятельных жителей Гудаута, и им сказал, давайте вы, говорит, соберите деньги, вот кто сколько сможет, и мы на эти деньги должны купить оружие и начать создавать вооруженные силы. И, кроме того, на эти деньги кормили наших депутатов, потому что многие из нас, не имея родственников Гудаута, жили в каких-то там съемных квартирах, ну, бесплатно, конечно. И нас вот там содержали фактически. Тогда же начинается консолидация всеобщая и еще информационная война, в которой вы тоже потом примените участие. Да, тогда консолидация не начиналась. Мы тогда были все и так консолидированы до войны. Ну, вот вы говорили о финансовом вложении, да, богатых людей. Да, это да. Ну, а вот я помню, что Владислав Григорьевич тогда мне предложил начать как-то вот работать на Запад, чтобы они понимали, вот что творится на самом деле в Абхазии. И я собирала всякие рассказы людей, вот наших беженцев, которые с оккупированных территорий приехали в Гудауты или пришли даже. И, в общем, мы с помощью Отара Какали, вот такой вот есть, он сейчас бизнесом занимается, вот тогда он очень помогал мне. И еще Нури Авиц был. Вот мы все занимались с ними сбором вот этих ужасных историй, которые рассказывали люди, которые пострадали от этой грузинской агрессии. То есть вы пытались вынести на международную площадь? Да, мы хотели подготовить такой доклад о нарушениях прав человека в ходе грузино-абхазской войны. Это мне Владислав Григорьевич поручил, и я подготовила такой доклад. Потом перевели на английский и отправили в ООН. Ну, ООН, я не скажу, что они как-то очень так резко отреагировали. Но потом, когда война уже закончилась, сразу после этого, они прислали сюда миссию ООН по изучению ситуации с правами человека. Но они потом обвинили и грузин, и абхазов, что вот абхазы тоже, ну, когда вот война уже заканчивалась, наши, когда вошли на территорию оккупированной Грузии, ну, наверное, некоторых грузин тоже стали убивать. Потому что я помню, когда грузины только вошли в Абхазию, многие местные грузины их встречали с цветами, с шампанским, мы говорили, ой, наши пришли. И это, конечно, очень негативно повлияло на отношения к грузинским жителям Абхазии. Возвращаясь к периоду в Гудаоте, вы по поручению, значит, Владислава Арцинба и еще ряд политических деятелей, вы отправляетесь в Москву. Да, мы встречались с депутатами Российской Госдумы и, ну, со всеми фракциями. Тогда вот были КПРФ, ЛДПР, Яблоко и другие. Мы со всеми этими депутатами встречались и рассказывали им вот об истории, причинах этого конфликта и о том, что творится у нас сейчас в Абхазии. Ну, находили, понимали. Ну, в принципе, никто вот негативно нас не воспринимал. Все нормально воспринимали. Ну, я не знаю, был ли от этого какой-то эффект, честно говоря, вот я не могу этого сказать. И еще к нам же приезжала вот во время войны, даже вот в первой половине, делегация представителей организаций непредставленных народов. То есть это те организации, которые объединяло страны, которые являются непризнанными государствами. И они довольно-таки объективно расценили ситуацию и устроили нам возможность такую поехать в Соединенные Штаты Америки и Великобританию, чтобы мы там рассказали вот о всей этой ситуации. И Владислав Григорьевич поручил мне поехать в Соединенные Штаты Америки. И я пригласила Лиану Кварчелия, ну, потому что она прекрасно владеет английским. Ну, она тогда в Москве жила. Ну и, в общем, нам удалось получить визу, и мы поехали. Ну, туда еще советские паспорта были действительны. И мы поехали в Соединенные Штаты, и там в Вашингтоне нам помогли встретиться, ну, вот эти помогли представители организаций непредставленных народов. И мы встретились с некоторыми конгрессменами американскими и стали им вот это все рассказывать. Ну, они так очень внимательно нас слушали, но, к сожалению, как мы все знаем, особых результатов не получилось. А потом еще Станислав Лакоба, который тоже был депутатом, и еще вот несколько человек ездили в Великобританию. И там вот, кстати, они с шотландцами встречались, и шотландцы установили вот там. В городе Келмарных. Да, да, да. Ну, то, что грузины пытались несколько лет назад, чтобы это убрать, но у них не получилось. Так что вот какая-то работа велась такая. Это работа, если не меняла точку зрения, но больше помогала понимать реалии, может быть, нашим партнерам. Ну, это да, да. Это какую-то позитивную роль все-таки это сыграло. Хотя, конечно, вот то, что Шеварназа тогда возглавлял Грузию, это очень грузинам помогало, потому что он же был такой известный политик, и на Западе у него было очень много таких вот, ну, дружелюбных таких партнеров. Ну, и с Ельциным он дружил тоже. И с Ельциным дружил, да, к сожалению. И тогда вот Грузия же стала уже членом ООН. Так что это способствовало, конечно, тому, что вот на их стороне были многие. Каким вы помните День Победы? Ну, конечно, это был один из самых счастливых дней в нашей жизни. Ну, мы, конечно, понимали, что в этой разрушенной Абхазии будет очень много проблем. И потом то, что объявили блокаду, это, конечно, тоже очень ухудшила ситуацию. Ну, все равно, конечно, мы очень все радовались. Здравствуйте, меня зовут Эсмеральда. Я из Гудаута. Хочу задать следующий вопрос. Не считаете ли вы, что на сегодняшний день наши связи с Северным Кавказом несколько ослабны? В какой-то степени да. Хотя мы, конечно, сохраняем вот эту огромную благодарность к ним, но действительно как-то мы меньше стали с ними общаться. Вот я помню, что во время войны еще Владислав Григорьевич мне поручил организовать такую небольшую группу женщин из вот этих неоккупированных территорий Абхазии, чтобы мы поехали в несколько республик, ну, там Карачаево, Черкесию, Кабардино-Балкарию, Адыге, и чтобы мы повстречались с матерями погибших воинов и выразили им огромную благодарность. Мы поехали туда, и мы опасались очень, что будут нас как-то вот осуждать, но все-таки они потеряли своих детей, но они нас так тепло принимали, что мы просто были поражены. И они нас принимали у себя, и даже столы нам накрывали. В общем, это народ очень благородный, к Абхазии относится великолепно просто. Так что мы должны продолжить общение с Северным Кавказом обязательно. Я вот, кстати, написала статью «Северокавказский фактор в Грузии на Абхазском конфликте», но только вот в интернете, а так что-то нигде это не опубликовано. Но надо, мне кажется, вот эту тему начать как-то разрабатывать. Нателла Нурьевна, так получилось, что большую часть своей жизни вы занимаетесь общественно-политической деятельностью, но изначально вы преподавали. И все-таки что вам по душе преподавать? Обучать подрастающее поколение или политика? Спасибо. Ну, откровенно говоря, преподавать я уже как-то сейчас особо не хочу, но мне очень хочется заниматься какими-то разработками, в частности, стратегии молодежной политики. Я же сейчас в ССИ работаю, и мы там вот с Вячеславом Андреевичем Чирик бы договорились, что будем вот этим заниматься. Потому что, мне кажется, у нас в Абхазии молодежь как-то пока вот не востребована. А мне очень хочется, чтобы у нашей молодежи появились такие вот возможности делать себе политическую карьеру, научную, ну или заниматься предпринимательством в зависимости от того, чего они хотят. И мы будем вот этим заниматься. Но еще, как вы знаете, я пыталась продвигать гендерное равенство, чтобы у нас побольше было женщин во власти. Но, к сожалению, у меня ничего не получилось, поэтому я перестала этим заниматься. Это не находит отклик в обществе, вот у самих женщин, да? Ну, у некоторых женщин находит, а у некоторых абсолютно не находит. Они хотят только себя продвигать во власть, а не других женщин. Ну и потом вот тема домашнего насилия, к сожалению, это глобальная проблема, это существует во всех странах. Но вот мы пытались принять, чтобы приняли закон о домашнем насилии, чтобы как-то вот это прекратить. Но тоже ничего не получилось, никто нас не захотел. Многих возмущает сама постановка вопроса, то есть она не должна иметь места, получается. Ну, так считают, что это противоречит вот абсора. Ну, на самом деле, конечно, это противоречит, противоречит. Но это же существует, мы же знаем. И даже бывали такие вот, правда, немногочисленные случаи, когда убивали там женщин, или женщины убивали мужчин. Такое тоже бывает. Но это недопустимо, конечно, с этим что-то надо делать. Меня зовут Рена, я из Сухума. У меня вопрос на тему гендерного равенства. Как вы считаете, что нужно предпринять, чтобы в будущем женщина могла стать президентом в Абхазии? Как мы знаем, уже вот сколько проходило президентских выборов в Абхазии, и ни разу ни одна женщина даже не баллотировалась в президенты. Это говорит о том, что у нас вот преобладают эти гендерные стереотипы, что женщина – это мать, это хозяйка, ну, это жена, она должна заниматься вот домашними делами, и не надо вот ей стремиться к таким вот высокопоставленным должностям. Ну, надо менять вот это вот, ломать эти гендерные стереотипы. Но вообще было бы очень хорошо, если бы в систему образования мы тоже как-то вот это внесли. Вот в частности, в школах детей бы учили тому, что такое вот здоровая, хорошая семья, чтобы дети знали, что не надо там друг друга избивать в семьях, и что нужно, чтобы не только женщины занимались воспитанием детей, и там домашними делами, но и мужчины тоже, чтобы этим заниматься. Ну и вообще вот тогда все-таки как-то роль женщин бы возросла, но пока вот никакого результата я не вижу. Нам удалось, правда, вот когда Батал Кабахи был депутатом, а спикером парламента был тогда Нукзар Нуревич Ашуба, и мы попросили, мы разработали закон о равных правах и равных возможностях мужчин и женщин в Абхазии. И Батал сумел это, он, кстати, очень гендерно чувствительный человек, он всегда с женщинами как-то вот сотрудничал, и он продвинул этот закон, и попросил вот Нукзара Нуревича, и приняли, парламент тогда принял этот закон. Это было в 2007, по-моему, году, если я не ошибаюсь. Но ничего, этот закон так и не заработал, ничего не изменилось. Поэтому я считаю, что все-таки проблемы – это вот эти наши, наш менталитет. Так что с этим что-то надо делать. На тему законов считаете ли вы допустимым закон о запрете абостов? Это очень актуальная тоже тема. Вот мы недавно в общественной палате обсуждали. Это было, этот закон был принят, обоснование было такое, что это позволит улучшить демографическую ситуацию. Но на самом деле абсолютно это не улучшило. Бывают такие вот случаи, когда женщине необходимо сделать аборт. Кстати, когда парламент принял этот закон, Эмма Гомессония, которая тогда была вице-спикером, она была против и пыталась как-то не допустить принятия этого закона, но все равно, в общем, все остальные поддержали фактически. Но только кто-то один был, кто-то один воздержался, но остальные депутаты все проголосовали за. Но дело в том, что вот мы предлагали не отменить этот закон, а внести в него поправки, чтобы... Я тоже считаю, что аборт, это, конечно, очень плохо, но бывают такие ситуации, когда зародыш, он с какими-то патологиями, и когда женщине делают УЗИ, обнаруживают, что вот у этого ребенка вот какие-то ужасные патологии. И в таких случаях надо разрешить женщине сделать аборт. А еще вот по социальным показаниям тоже нужно разрешить, потому что, во-первых, если женщину изнасиловали, ну она не может рожать этого ребенка. А потом бывают такие случаи, когда особенно в селах есть такие многодетные семьи, которые живут очень бедно. У нас же, как мы знаем, особой помощи никто не оказывает по многодетным семьям. И поэтому вот мы считаем, что нужно или как-то принять такие законы, чтобы у нас улучшить демографическую ситуацию, чтобы многодетным семьям платить приличные деньги, такие вот за второго, за третьего, за четвертого ребенка и так далее. А вот мы когда обсуждали вот эту ситуацию, мы форум женский провели, который вот подготовил обращение к президенту, ну это еще при Хаджимбе было, к президенту и к спикеру парламента. Тогда был Валерий Рамшухович Бганба. И мы попросили, чтобы вот эти поправки включили, потому что к нам обратилась женщина из одного из сел Чемчирского района. У нее было семеро детей, и они жили в селе, и очень бедно жили. У нее даже не было денег, чтобы детям этим покупать учебники, чтобы они могли ходить в школу. В общем, это ужасная ситуация. И она опять забеременела. И вот она говорит, если я еще рожу ребенка, это вообще будет просто ужас. Вот в таких ситуациях, ну я считаю, что надо позволять. Или надо вот, чтобы государство оказывало такую помощь. Первый вопрос. У вас неспроста, наверное, у вас родилась идея создания Министерства печати и информации. На ваш взгляд, какие у вас тогда были представления о том, чем она будет заниматься и насколько это важно? Не нужно ли нам сегодня это? И следующий вопрос. Вы уже не в ассоциации женщин, в Центре стратегических исследований. У вас очень много проектов. Но вот в плане информации, вы во время войны очень много это делали, да, информация, идеология об Абхазии. А планируете ли вот в этом направлении что-то делать? Потому что вы всегда очень интересные статьи пишете. И потому что очень много отсутствия информации и пропаганды об Абхазии и не только за границей. Порой нам кажется, что и внутри Абхазии у нас очень мало информации, поэтому очень много негатива сегодня, к сожалению. Я абсолютно согласна, что это очень актуальная тема. Вот когда я возглавила, это по моей инициативе было создано Министерство информации и печати, я попросила Владислава Григорьевича, чтобы создать такое министерство, и он мне предложил возглавить его. Но, к сожалению, это министерство просуществовало немногим более года. И тогда, вот когда Абхазия была такая нищая страна, и мы были в изоляции, даже нельзя было выезжать, как вы знаете, столько женщины могли выезжать, переходить границу российско-абхазскую. И особо никаких результатов не удалось тогда достичь. Ну, а потом Владислав Григорьевич сказал, что это министерство лучше упразднить, а ты, говорит, возглавь, ну, Абстный пресс. Он мне предложил возглавить, но я сказала, что нет, мне вот как-то это неинтересно, мне интересно именно вот заниматься информационной такой вот работой и пропагандой. Я вот считаю, что Абхазия должна заняться пропагандой, потому что вот грузины очень активно этим занимаются, и не только в Грузии, и на Западе, они даже в России ведут пропаганду. Вот если вы посмотрите какие-то прозападные российские СМИ или там, ну, в общем, в интернете можно увидеть, там довольно такая негативная информация об Абхазии, меня это всегда поражает, потому что я знаю, что руководство России к нам относится позитивно, а вот есть там такие вот люди, которые пишут такие про грузинские всякие вещи. Однобокая подача. да, и это очень, конечно, вот огорчает, но я считаю, что мы тоже вот в этом какой-то степени виноваты, что мы не умеем заниматься пропагандой. Нам обязательно нужно этим заняться, потому что без того, чтобы улучшить имидж Абхазии, вряд ли Абхазия когда-то станет такой вот признанной страной. И вот с этими западными странами тоже надо пытаться как-то, чтобы они истинную картину знали. Я, кстати, вот недавно составила сборник статей предыстории, истории и последствия грузино-абхазского конфликта. он называется «Абхазия, тернистый путь к свободе и независимости». Но пока не удалось этот сборник издать, денег на это я не смогла достать. Но я вот буду продолжать этим заниматься. И вот в ЦСИ мы, Вячеслав Андреевич Чилик бы, он запланировал, что в будущем году мы будем обязательно издавать вот такие вот сборники, потому что даже в России очень многие люди не знают истинных причин и последствий вот этого конфликта. Вы говорили, что когда вы узнали о том, что началась война, вам пришлось с работы напрямую ехать в Гудауту. Где в это время находилась ваша семья и насколько реально для вас было поддерживать с ними связь в Гудауте? Тогда было очень трудно поддерживать связь, потому что грузины телефон тоже блокировали, но как-то вот все-таки мне удавалось, потому что некоторые из Гудаута ездили в Сухум, ну там занимались обменом каких-то вот пленных, там что-то такое было, и поэтому я, ну они не все время, конечно, находились в Сухуме, их привезли в Гудаута, и мы попросили, вот там же российская военная база, и они их в Москву, ну там не только наших, других детей тоже, тогда вот это Владислав Григорьевич организовал, что собрали всех детей, там женщин, которые оставались в Сухуме, жены депутатов, там дети, и их всех отправили в Москву, а у меня там тетя тогда жила, и вот они у нее до конца войны оставались. Когда они в Москву попали, уже как-то легче, потому что с Сухумом тогда очень трудно было поддерживать связь, но, кстати говоря, потом вдруг я узнала, что мои грузинские соседи сожгли наш дом, который вот, как я сказала, на улице Казбеги, двухэтажный, такой приличный очень дом был, такой неплохой участок, а они, хотя вот до войны мы с ними были в таких нормальных отношениях, праздновали вместе всякие праздники, ну а вдруг они вот взяли, ну, видимо, от того, что я была депутатом парламента, и потом я давала интервью, вот в частности BBC как-то вот попросила, попросили они у меня англичане, чтобы я рассказала вот о последствиях этого конфликта, и я это рассказала, и, видимо, грузины об этом узнали, и кто-то вот, видимо, приказал моим соседям сжечь этот дом. Кстати, тогда очень хорошо работали в пресс-службе Манана Гургуля и Аида Ладаря, и они российским и всяким другим СМИ посылали такую очень объективную и очень важную информацию об этих преступлениях, вот того, что творили эти агрессоры. Наталья Леонидовна, большую часть вашей общественно-политической деятельности занимает работа на международной арене, на признание Абхазии направленное. Вот в связи с этим вопрос, как вы оцениваете перспективы признания на сегодняшний день и вообще перспективы диалога с Грузией? Ну вот для этого как раз очень важно, чтобы мы распространяли информацию о том, что на самом деле, какие были причины этого конфликта и как он происходил. мы же все знаем, что как только Саакашвили пришел к власти, он начал вести такую пропагандистскую кампанию, в итоге он же сейчас отрицал, что это был грузино-абхазский, грузино-южно-осетинский конфликт, он говорил, это был грузино-российский конфликт. Но вот это очень большое препятствие для того, чтобы уложили в головы всех подрастающих грузин. Да, и сами грузины тоже. Я вот это тоже хотела отметить, что надо и с самими грузинами, особенно с молодежью, как-то вот, чтобы они знали истинную картину вот этой всей истории. Если этого не будет, то трудно надеяться на то, что у нас с грузинами как-то когда-то установятся такие нормальные отношения. Но для этого нужно, чтобы они подписали с нами соглашение о невозобновлении, и отменили закон об оккупированных территориях. Я, конечно, не очень надеюсь, что они нас признают в обозримом будущем, но вот если они вот эти два решения примут и перестанут нас называть оккупированной территорией, то нам легче будет с ними уже как-то общаться и выстраивать какие-то более-менее такие нормальные отношения. Цивилизованные. Ну да. Имея такой опыт политический за плечами, планируете ли вы писать что-то об этом, воспоминания мемуары? да, собираюсь. Мне, кстати, Чирик бы предложил написать мемуары. Ну вот, постараюсь этим заняться, но если это кому-то интересно. Ну да, спасибо большое. вам за беседу, за то, что пришли сегодня в нашу студию и сделали этот день интересным, насыщенным. Спасибо всем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон»